Откуда в Ингерманландии такая любовь к Ирландии? Вот такой вопрос, заданный в одной хорошей песне. Откуда, откуда? Понятно откуда, потому что мы, простые русские, российские люди и ирландцы, много чем похоже. Любим и умеем подраться, бывает выпиваем и все время с кем-то боролись. Вот поэтому русские очень любят ирландцев, возможно ирландцы очень любят русских. Ну, а умение подраться ирландцы всегда использовали, опять же, для борьбы за свободу. Вот против кого они боролись? Вроде бы очевидно против англичан, потому что англичане гадили постоянно не только русским, но ирландцам. Однако не все так просто, вот об этом не всем так просто, мы и поговорим против кого боролась Ирландия за свою свободу. Как обычно, мы будем работать из отличного, в своем роде уникального паба-музея Майкл Коллинз, который находится в Москве на Цветном бульваре 21, который сделали, как очень интересный концерт, два замечательных человека, Игорь Демидов и Евгений Рене. Спасибо им, кстати, большое. Идея этих роликов была именно их. С вами Кремжуков, поехали! Против кого боролись ирландцы? Против англичан. Но, опять же, не все так просто. Потому что в Англии, как мы знаем, ну, так скажем, до пятого века были не только англичане, то есть бриты, то есть кельты, а в первую очередь, конечно, главную скрипку там играли римляне. И вот считается, что Ирландия – это было такое место, которое никогда не топтало сандаль римского солдата. Но концепция поменялась, потому что археологи копали-копали и накопали. Что, во-первых, ирландцы с римлянами из Англии активным образом торговали, то есть культурный обмен имелся. Но все равно солдатская сандаль эта Ирландия вроде как не топтала. Ну, а концепция поменялась еще раз. Археологи копали-копали и выяснили – нет, все-таки немного топтала. Но завоевания не было. Были несколько фартов, в которых были римские солдаты. Но не более того. В основном Ирландия оставалась свободной, ну и, как считается, диковатой. Что, конечно, не совсем так. Так, кельтская культура, знаменитая археологическая культура, происходящая из Латена, была, в общем-то, независимой и свободной. Ну, а в пятом веке, точнее говоря, в конце четвертого и пятом веке римлян почему-то в Британии стало все меньше, меньше, меньше и меньше. Ну, и тогда ирландцы поехали завоевывать Англию. Вот такой поворот. А англичане, ну, в смысле, бриты, переселялись к родственникам туда, в Ирландию. И так они друг другом обменивались. И, конечно, самым знаменитым англичанином, то есть человеком с этого самого английского островка, который приехал в Ирландию, был Святой Патрик. День Святого Патрика. Все любители Ирландии празднуют свято до сих пор. Как считается, в 431 году нашей эры Святой Патрик Ирландию крестил, попутно выведя оттуда всех змей, от которых страшно страдали свободолюбивые ирландцы. Святой Патрик, он вроде как был не совсем англичанин, но считается, что он был во многом тот самый римлянень. Ну, в любом случае, английское влияние на Ирландию по полной программе началось. Ну, и сначала оно, конечно, было сугубо благостным, потому что после христианизации Ирландия, века так уж до конца VIII точно, оставалась одним из главных центров христианской учености в Европе. Потому что прекрасные миниатюры, которые в ирландских монастырях рисовали ирландские же монахи, прекрасная раннесредневековая скульптура, книга, вот эта знаменитая Кельтская библия, Кельтский крест и прочее, прочее, прочее. Ну, и все продолжалось довольно благостно, до тех пор, пока Ирландию в самом деле не принялись завоевывать. Сначала, правда, конечно, ее просто грабили, а потом принялись завоевывать. Только не англичане, а такие парни, которых в Ирландии звали данными и много где звали данными. Я говорю, конечно, о скандинавах, норманнах, то есть викингах. Где-то с начала девятого века викинги стали очень активно высаживаться не только на английских островах, но и в Ирландии. Зачем? Понятно, зачем. Первая фаза присутствия викингов всегда была связана с беспринципным грабежом, ну и спасением ирландских женщин из внезапно загоревшихся ирландских деревень. Но это, правда, продолжалось очень недолго, потому что викинги довольно быстро сообразили, что остров-то хороший. И стали там активно селиться, попутно образовав первые крупные города в Ирландии. Все, что мы знаем сейчас, это и Лимерик, и Дублин, да и во многом Белфаст, это все бывшие викинские поселения, где они жили, торговали, занимались ремеслом. Вот такие вот беспринципные завоеватели. Дальше вглубь острова они не больно-то ходили. Во время своей первой фазы пребывания, то есть во время беспринципного грабежа, они и на лодочках, и на лошадках доходили до самого центра Ирландии, немного дальше и занимались там всем, чем положено. Когда Ирландию стали колонизировать норманы, вот это все в основном прекратилось. Восточное побережье, торговые города и какая-то, знаете, даже цивилизация. Вот в этом отношении мы тоже похожи. Мы Россия, Ирландия, к нам тоже приехали викинги. Мы все мы помним этого того Рюрика и всех его потомков, которые правили Россией вплоть до смутного времени и немножко позже. То есть, вроде бы сейчас ирландцы-то не с англичанами боролись, а очень даже и со скандинавами, а даже если посмотреть точно, не больно-то и боролись, потому что друг с другом ирландцы боролись в не меньшей степени. Почему? Потому что Ирландия очень интересно устроена. Остров этот самый крайний остров Западной Европы, который является воротами вообще в Атлантический океан. Самый первый стоит на раздаче теплого течения Гольфстрима, поэтому все колосится, все цветет 300 дней в году дожди, а поэтому все растет и зеленеет, из-за чего Ирландию заслуженно называют изумрудным островом. Если там все в порядке, то там всегда довольно много еды, потому что она хорошо растет, а также много скота, которому просто есть где пастись и кушать самую замечательную траву. Ну а значит, все место населения времен античности и средневековья было не сильно заинтересовано друг в друге, потому что у всех есть еда, а значит никто не нужен. И поэтому в самые лучшие времена в Ирландии было аж 150 королевств. Иногда их количество сокращалось до 80, а потом разрасталось снова до 150. То есть такой раздробленности, как в Ирландии, наверное, не было больше нигде. В этом отношении даже очень сильно раздробленная Древняя Русь плетется далеко-далеко в ирландском хвосте, даже не приближаясь по уровню этой самой раздробленности. И везде были свои короли. Ну, конечно, короли это громко сказано. Наверное, будет правильно сказать слово вождество и вожди. При этом в Ирландии имелся верховный король. Но эта должность была скорее номинальная, потому что верховный король это не тот человек, который владеет Ирландией. Это некий религиозно-моральный авторитет. При том, что верховный король мог править с перерывами. Если вы читали замечательную такую ирландскую повесть похищения быка из Куаринги, то вы помните, что действия этой саги разворачиваются как раз в тот момент, когда у короля был так примерно семилетний отпуск. А значит, Ирландия была совсем без присмотра и можно было устроить национальную ирландскую веселуху. То есть, резать друг друга, кидаться в копьями и похищать скот. То есть, того самого знаменитого быка из Куаринги. А еще в Ирландии был полный порядок с родовыми обычаями. То есть, во-первых, многоженство. Во-вторых, изрядное количество наложниц. В-третьих, практиковалась такая замечательная практика, которая до сих пор очень многим нравится, как тестовый брак. То есть, можно было попробовать, как оно, а потом, если не понравится, разойтись. Однако дети получались. И все дети в роду считались действительными членами этого самого рода, включая бастардов. А значит, имели право на землю. Им всем эту землю нужно было выдавать. А детей становилось все больше. А земля, вы понимаете, в Ирландии не бесконечная. А еще, вот глава рода, в том числе и король, заступая на должность, вместе с должностью получал кусок земли. И поэтому это все дробилось, 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 дробилось. Ну и в конце концов, я и же говорил, что 50 королевств. То есть, с одной стороны, ирландцы никогда не могли стать великими завоевателями, потому что не могли объединиться. А с другой стороны, их самих завоевать было невероятно трудно, потому что было непонятно, а кого именно завоевывать. Вот завоевание Англии, например, это что? Нужно завоевать Лондон, столицу. И дальше уже как-то само собой все посыпется. А что завоевывать в Ирландии, решительно непонятно. И поэтому все завоеватели становились пред неприятнейшей дилеммой. Или к каждому ирландцу представить по-часовому, что невозможно. Или довольствоваться чем-то иным. И вот после викингов завоевывать Англию стали другие. Ну, вроде бы англичане. Хотя англичане это были те еще. Вот смотрите, 1014 год. Знаменитая битва при Плом-Тарфе, где верховный король Бриан-Бору разгромил викингов и вроде бы совсем их выгнал. Правда, тут нужно через запятую заметить, что громил он не викингов, а своих собственных ирландцев, которые с наемниками и союзниками-викингами попытались этого самого Бриана-Бору одолеть. Не получилось. Бриан-Бору победил. Правда, убегающие с поля боя Нормана напоролись на его шатер и его самого зарезали. Таким образом, Ирландия осталась без верховного короля и поделилась на пять больших, ну, тоже королевств. Но мы их называем теперь большими графствами. А именно, Лейнстер, Манстер, Коннахт, Миде и Ольстер. Северо-восточная Ирландия, о которой мы будем много в дальнейшем говорить. Посмотрев на это дело, в Англии очень заинтересовались этим прекрасным островом. А кто заинтересовался? Неужели англичане? Да нет, конечно. Заинтересовались ими все те же норманны, которые теперь назывались норманцы, потому что приехали вместе с Вильгельмом-завоевателем в 1066 году из Нормандии. Хотя это были потомки все тех же скандинавов. Как мы, наверное, все знаем, Англию они успешно завоевали, написали книгу судного дня и принялись там королевствовать. К 12 веку образовав династию плантагенетов, франко-нормандскую династию. По-английски они не разговаривали века до 14-го, ну и вообще прекрасно себя чувствовали. В 12 веке, как мы понимаем, с христианизацией этих островов был полный порядок. В Ирландии были епископства и даже несколько архиепископств, которыми издалека, ну, довольно опосредованно управлял римский папа. И вот папе Адриану IV это как-то все перестало нравиться. Его недалекий предшественник в 11 веке точно так же не любил английскую церковь. Английскую католическую церковь. Потому что она ему плохо подчинялась. Вот именно он подписал Вильгельма Бастарда и его друзей на то, чтобы завоевать Англию. Так нужно было повторить еще один остров, еще одна какая-то не очень зависимая церковь. А рядом есть Генрих II Плантагенет. Папа Ричарда Девильное Сердце тоже крайне суровый мужик. Когда суровый мужик получил от Адриана IV булу, по которой он имел право на владение всей Ирландии. Ну, я только что описал, что владеть всей Ирландией было тяжеловато. Потому что непонятно, кем ты именно собираешься командовать. Но Генрих II не растерялся и принялся ждать. Дождался он того, что должно было быть обязательно и что происходило постоянно. Между усобицы среди самих ирландцев. Был такой человек Дермод Макмуро. Король Лейстера. Он очень сильно поссорился с местными. А конкретно с верховным королем Ирландии Родерихом О'Коннором. Которого на самом деле звали Руайдри Ауканхабар. Так, если он совсем говорит точно по-ирландски. И он самый Руайдри и его друзья Макмуро выгнали. Макмуро приехал к Генриху II и попросил помощи. И Генрих II сказал, ну конечно парни. Вот именно этого-то мы и ждали. И поехал завоевывать Ирландию. В 1060-х годах сначала отдувался его ставленник Морис Фитджеральд. Кстати, запомните эту фамилию. В дальнейшем она кое-что сыграет в истории Ирландии. Понятно. Англичанин Морис Фитджеральд. То есть англо-норман. В 1071 году Генрих II высадился сам. И к 1175 году. Ирландцы были вынуждены признать, что этот чувак крутой. То есть он вроде бы Ирландию завоевал. Но полностью Ирландии завоевана не было никогда в средние века. Потому что основная ее западная часть оставалась независимой. Эта самая независимая область то увеличивалась, то уменьшалась. То увеличивалась, то уменьшалась. И англичане эти земли звали запросто. Украиной. То есть пейлом. Английским пейлом. Где жили английские колонисты, которые существовали в статусе примерно того, как запорожские казаки на засечных землях. То есть они постоянно резали с ирландцами. Потом, когда им надоедало, они все переженились. И так веку к 13-му уже было не очень понятно, а где собственно там англичане. Точнее англо-норманы. А где ирландцы? Потому что все были всем родственники. Аристократия никогда не стеснялась в смешанных браках. Все это конечно не очень нравилось в английском центре. Но что они могли поделать? Если вам не нравится, идите разбирайтесь сами. Ну так вот, лет 200 английские короли даже не пытались заехать в Ирландию. Потому что кто там с кем дружит, конкретно черт разберет. Поэтому только, наверное, к 1315 году... Да, точно, к 1315 году с английских островов снова по-серьезному вторглись в Ирландию. Только не англичане, а шотландцы. Мы помним, как в 1314 году знаменитый Роберт Брюс разгромил войска англичан в битве при Беннекберне. Вроде бы добился независимости Шотландии и решил, что нужно как-то эту независимость подкрепить. А в средние века независимость лучше всего подкреплялась захватом каких-нибудь еще посторонних земель. С англичанами в Англии Брюсу справиться не светило. Поэтому он решил справиться с англичанами в Ирландии. И отправил своего сына Эдуарда завоевывать данный островок. И вот победоносные шотландские войска вторглись в Ирландию. И Эдуард Брюс много там чего натворил. И все шло хорошо, пока в 1318 году он внезапно не погиб в битве. На этом, в общем-то, шотландское завоевание Ирландии на этот момент закончилось. Заметьте, опять не английское. Все плохо пока с английской агрессией. То англичане не вполне англичане, а то вовсе не англичане, а очень даже независимые шотландцы. Вообще-то родственники ирландцев очень близкие. Что, кстати, для средних веков нормальная ситуация. Самый страшный человек – это близкие родственники. И очень долго англичанам вообще было не до Ирландии. Потому что в 1318 году умирает Эдуард Брюс. И проходит совсем немного лет. В 1337 год начинается война с Францией. Которая потом станет оказывается столетней. Потому что продлится 123 года. А в 1348 году вообще началась чума. Вот та самая знаменитая черная смерть, которая выкосила Англию чуть не на 30%. И, кстати, в Ирландии в том числе, и, кстати, ирландцы от чумы пострадали гораздо меньше. А вот англичане в городах, где население жило друг у друга буквально на голове, пострадало очень сильно. И англичан там стало мало. И более чем формальная власть английского короля Нандерландии стала еще более формальной. И так продолжалось до второй половины 15 века. Пока не началась война Алой и Белой Розы. Ирландцы вот в этот раз не сильно угадали. Потому что в основном поддерживали дом Йорков, которые сражались с ланкастерами. И сначала-то, кстати, у Йорков все шло очень хорошо. Пока, наконец, в 1485 году в битве при Боссуорте Генрих VII Тюдор не победил Ричарда III и не убил его. И вот тут-то оказалось, что ирландцы поддерживали яркистов. И Генрих VII подумал, что как-то с этими парнями пора что-нибудь сделать. Он высадился... Точнее, не он сам, а его войска высадились в Ирландии. Там были заключены некие договоры. И самое главное, что сделал Генрих VII Тюдор, он прекратил, точнее, начал прекращать полное ирландское самоуправление. Собрание ирландских нобелей, парламент, назовем его так, прекратил быть полновластным законодательным органом. Все канцлеры, наместники, казначеи теперь не могли править там пожизненно, должны были постоянно утверждаться в Англии. Ну и, наконец, Генрих VII начал тот процесс, который продолжила потом Елизавета, Яков I и Карл II, а дальше Вильгельмаранский. Конкретно, он начал переселять туда английских крестьян, английских арендаторов и английских помещиков. Сдавая в аренду им собственные королевские земли. Вот этот ползучий процесс начался именно при нем. Но это все равно не было завоеванием. И вот только в 1536 году король Генрих VIII, добрый король Гарри, который был настолько добрый, что у него там не все из шести его жен в конце концов выжили, он обратил на Ирландию самое пристальное внимание, там высадились войска и началось настоящее завоевание. То есть покорение острова физической силы, которое тоже, кстати говоря, не удалось, потому что следующая ретерация уже, собственно, английской агрессии на Ирландский остров произошла при Елизавете Генриховной. Елизавете I, знаменитой королеве-девственнице, дочке Генриха VIII и его жены Анны Болейн. Вот она-то где-то к 1603 году в основном Ирландию захватила. И главная часть Ирландии, которая ей была интересна, это был тот самый Ольстер, северо-восток острова, который теперь называется Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Ну а потом у ирландцев все складывалось по-разному, потому что Мария Стюарт, шотландка, была католичкой. И это важно, запомним это, потому что при Генрихе VIII совершился раскол католической церкви на англиканскую, английскую церковь с королем во главе, и собственно католическую, которая по-прежнему подчинялась папе римскому. Ирландцы к тому времени все поголовно были добрые католики, а англичане, ну англичане были в основном англикане. И вдруг оказалось, что в Ирландию прибыла огромная часть населения, которая исповедует несколько другую религию. Какую? Да протестантскую. Это были англикане, англичане, и что очень важно, шотландцы, которые также массово переселялись в Ирландию. А шотландцы не были членами англиканской церкви, они были протестанты кальвинистского толка из-за постоянных контактов с Францией. Ну понятно, французы очень любили шотландцев, потому что шотландцы очень не любили англичан. А во Франции царил кальвинистм во многом, и он пророс в Шотландии под видом пресвитерианства. И вот у нас есть протестанты пресвитерианцы шотландцы, англичане англикане и ирландцы католики. Все на одном, прямо скажем, не самом большом острове. Там такое завалилось, что вообще-то до сих пор расхлебать не могут, ровно из-за этого. Продолжалось все это, так или иначе, с переменным успехом, до тех пор, пока Яков Первый не попытался как-то дать, что ли, неких свобод этим несчастным ирландцам. Ну, чтобы они зажили-то, в конце концов, по-человечески. Для чего принялся раздавать, знаете, из собственных земель феодальные лены? И надо ли говорить, что там сразу же оказалась масса английских лендлордов, которым это очень понравилось. Ну, смотрите, целый необслуженный остров. А потом, как многие помнят, началась вот та самая история с английской буржуазной революцией, когда король Карл Первый немножко поссорился с парламентом. Вот о чем все это закончилось, в том числе и для Ирландии. Мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Следите за обновлениями. Трансляцию вел Тримжуков из уникального паба-музея Майкл Куллинс, Москва, Цветной бульвар, дом 21. Субтитры делал DimaTorzok